Защищать мальчика было некому, поэтому мудрые слова няни достигали цели. Вальтер признавал свою неправоту. Она теперь знала, что нет лучшего средства для борьбы со скукой и капризами, чем работа. Поэтому она начала учить мальчика читать и писать. Он и сам уже несколько раз просил её об этом, потому что Алекс всё это умел. Успехи Вальтера в учёбе превзошли её ожидания. Он учился с желанием, и после занятий играть с игрушками ему было намного интереснее. Анна каждый день читала Вальтеру Библию и пересказывала разные истории. А через несколько недель он уже сам мог читать некоторые стихи из Библии, и это доставляло ему огромную радость. Она посвящала Вальтеру много времени и сил. С утра до вечера она была с ним. Она играла, придумывала для него всякие сюрпризы, и ей не приходило в голову, что всё это подпитывало его эгоизм. Он мог требовать, даже повелевать, чтобы за ним ухаживали и с ним разговаривали. И всё это выполнялось беспрекословно. Элеонора фон Вердер рано потеряла родителей, унаследовав от них большое состояние. До 16 лет она воспитывалась в интернате. Учителя восхищались её интеллигентностью и эрудицией. Но то, что она была нетерпеливой и везде задавала тон, никому не нравилось. Несмотря на это, одноклассницы любили Элеонору, потому что она всегда помогала им в учёбе и была открытой по характеру. Закончив школу, Элеонора поселилась у тёти, госпожи фон Беккер. Это была очень гордая женщина. Богатство и славу она ценила превыше всего. Она гордилась тем, что может вывести красивую девушку в люди и прилагала всё старание к тому, чтобы сделать из неё настоящую даму. Элеонора узнала, что во время учёбы её часто ругали за разные мелочи по наущению тётушки, которая сейчас очень нравилась, что богатая наследница умела вести себя в обществе, проявляла сильную волю и целеустремлённость. О христианском воспитании не могло быть и речи. Библейские принципы, которые когда-то занимали хотя бы незначительную часть сердца девушки, за время общения с тётушкой совершенно стёрлись из памяти. Правда, первое время Элеонора молилась за ученной молитвой, которую помнила с детства и изредка читала Библию, подаренную учительницей. Но времени для этого у Элеоноры становилось всё меньше и меньше. Мысли о Небесном никак не вписывались в её нынешнее окружение. Да и зачем? Тётушка прожила не один десяток лет и была уже седой, а о вечности до сих пор не думала. Зачем же думать об этой молодой девушке, если вся жизнь ещё впереди? Да, Элеонора была молодой, здоровой, очень богатой, но, несмотря на это, не могла назвать себя по-настоящему счастливой. Жизнь с тётей была не сладкой. То, что Элеонора приняла предложение господина фон Риделя, тётушке не понравилось, и всё же она дала согласие на брак племянницы. Детей госпожа фон Беккер не любила. Все девочки и мальчики, которых она знала, и с которыми где-нибудь встречалась, это хорошо чувствовали. Едва заслышав шорох её платья, они быстро прятались, чтобы только не попасться ей на глаза. Вальтер при первой же встрече с тётушкой испугался её взгляда. А после смерти Фрицли этот страх перерос в неприязнь, и мальчик потерял в её глазах всякую благосклонность. Госпожа фон Беккер привыкла к тому, что люди восхищались её моложавостью и всегда считались её мнением. И вдруг появился мальчишка, который обозвал её злой старухой. Как только она вспоминала об этом, в ней разгорался гнев. «Ты с самого начала должна сделать всё, чтобы этот избалованный мальчик не взял над тобой власть», поучала Элеонору госпожа фон Беккер. «Ты ещё слишком молода, чтобы по уши завязнуть в детской. Выделяй ему не больше часа в день, и этого будет вполне достаточно. На мой взгляд, он не особо одарённый, к тому же очень упрямый и коварный. Чем скорее его отправят в интернат, тем будет лучше. До интерната надо всё же нанять учительницу, чтобы она научила его французскому. Это же позор, что он до сих пор говорит только по-немецки. Я поговорю с мадемуазель Лори. Думаю, она согласится». В ответ на такие наставления Элеонора, как правило, молчала. Она думала по-другому. Ей нравился Вальтер, и она радовалась тому, что скоро будет заботиться о нём, играть с ним и помогать ему делать уроки. Однажды вечером Элеонора сидела в комнате одна и думала о своём будущем. Её сердце распахнулось для Вальтера ещё шире, чем тогда, когда они сидели вместе в беседке. Элеонора решила быть для него хорошей матерью. Но когда тётушка рассказала, какие развлечения, визиты, приглашения ждут её в столице, то поняла, что времени для воспитания ребёнка у неё не будет. Был пасмурный, холодный октябрьский день. В комнате Вальтера впервые зажгли камин. Мальчик сидел на диване с открытой книжкой, а его взгляд застыл на пустом швейном столе, за которым совсем недавно работала няня. Стена над столом тоже была пустая. Ещё вчера там висела фотография няниных родителей. Няня не стала. Она уехала к себе домой, потому что сегодня вечером возвращались из свадебного путешествия молодожёны. А вместе с ними должна была приехать и мадемуазель Лори. Она решила попрощаться со своим любимцем наедине, а не при посторонних людях. Разлука была тяжёлой для обоих, но у них было схожее утешение. Она радовалась тому, что может наконец вернуться к своей больной матери. А сердце Вальтера взволнованно билось в ожидании новой мамы. О француженке он ничего не знал. Ни отец, ни няня так и не отважились рассказать ему о ней, а не боялись встретить сопротивление. Почему же этот день был таким длинным? Вальтеру было очень одиноко. Ни у кого не было времени обратить на него внимание. В доме заканчивались последние приготовления к приезду хозяев. Садовники заносили вьющиеся цветы и украшали ими дверные и оконные косяки. Повсюду стояло множество ваз с душистыми букетами. Вальтеру очень хотелось посмотреть, что делается в доме, но домработница не разрешала ему выходить из комнаты. Она считала, что он будет только мешать, да ещё простудится, бегая по холодному полу. Теперь она разговаривала с ним очень коротко и строго. Когда Вальтеру в конец надоело сидеть в своей комнате, он прошмыгнул в зал. Там на большом столе лежало множество свадебных подарков, которые прислали друзья господина фон Риделя. Вальтер вернулся в детскую и принёс две разноцветные салфетницы, сделанные из бумаги в виде колец. Он смастерил их сам под руководством няни. Вальтер встал на стол и положил салфетницы на голову двух фарфоровых фигурок. Получилось что-то вроде короны. Довольный, Вальтер хотел уже спрыгнуть на пол и нечаянно столкнул коробку с серебряными ложечками. Он не успел поднять её, как вдруг убежала домработница. Невоспитанный мальчишка, везде ты должен сунуть свой нос. Сейчас же иди в свою комнату и сиди там, пока тебя не позовут. А это что за штучки? Забери сейчас же. Отдашь их своей новой маме, если она найдёт время для тебя. Вальтер чуть не погрозил ей кулаком. Ему так захотелось накричать на эту женщину, но он сдержался. Он пообещал няне быть приветливым и послушным. Вальтер сидел один в своей скучной комнате. Ему было совсем не до игрушек. Он взял грифельную доску и исписал её двумя словами «Анна и мама». Вечер всё никак не наступал. Как хорошо, что ему нужно ждать только один день. Завтра он уже будет играть в той чудесной комнате, которая приготовлена для мамы. Вчера ему с няней разрешили заглянуть туда. Стены в комнате были оклеены золотисто-белыми обоями, на фоне которых красовалась светло-голубая мебель с множеством красивых безделушек. Особенно Вальтеру понравился серебряный всадник. Завтра он построит для него замоки своих кубиков. Мама обязательно ему разрешит. Наконец, шурша шёлковым платьем, в комнату вошла домработница. На голове у неё была высокая причудливая прическа. Домработница надела на Вальтера синие бархатные брюки и кашемеровую рубашку с золотыми пуговицами. Эту одежду шила ему Анна перед своим уходом. Вальтер сильно хотел дождаться родителей, но как только домработница вышла, и он снова остался один, усталость превозмогла его. Он только на пару минут прилёг на диван и не заметил, как уснул. Проснулся Вальтер только тогда, когда кто-то поцеловал его. Он вскочил. Мама присела на диван, посадила его к себе на колени и приласкала. Все трое были так же счастливы, как тогда в беседке. Родители провели мальчика по оккурашенным комнатам и вместе с ним спустились на первый этаж в столовую. В углу под подвесной лампой стоял стол, изысканно накрытый для них троих. Глаза Вальтера светились радостью. Он выглядел очень мило, и Элеонора не сводила с него восхищенного взгляда. При слову попросили выйти. Новая хозяйка сама обслуживала своих родных. Вальтер с аппетитом уплетал всё, что было у него в тарелке, и никто ему ничего не запрещал, как ему сейчас было хорошо. Всё точно так, как он себе представлял. На следующее утро Вальтер проснулся позже обычного. Из детской комнаты доносились странные звуки. Чей-то топот, скрип мебели. Это, конечно, была мама. Она рассматривала красивые вещи в его комнате и старалась всё расставить ещё лучше. Вальтер вскочил и забежал в детскую. Но что это? В комнате хозяйничала какая-то темноволосая девушка. Всё было расставлено по-другому. Даже мягкий диван вытащили из уютного угла, а на стену повесили чужие картины. Что ты здесь делаешь? Сердито спросил Вальтер. Это моя комната. Ах, дитя моё! Вы простудитесь? Воскликнула незнакомка по-французски. Затем проворно втолкнула мальчика в спальню и стала снимать с него пижаму. Вальтер растерялся. Его взгляд упал на постель няни, которую она заслала ещё вчера утром. Похоже, на ней уже кто-то спал. В нём опять поднялась буря, негодование и протеста. — Кто ты такая? — закричал Вальтер. — Что ты сделала? Ты тайно зашла сюда? И спала на няниной кровати? Иди отсюда, а то я закричу ещё громче. Лори только рассмеялась и в ответ что-то весело сказала по-французски. Затем она взяла Вальтера за руку и повела в ванную. Девушка принялась умывать его, но делала это далеко не так мягко, как Анна. Чем больше она смеялась, тем больше Вальтер злился. Незнакомый язык возмущал его больше всего. Вдруг он резко вырвался из её рук и побежал по коридору, крича во всё горло. — Мама! К нам пришла какая-то гадкая девчонка! Выгони её! Она болтает какие-то глупости! — Мама! Ну иди же сюда! Одень меня! Из родительской спальни вышел отец. — Что тут за шум, Вальтер? — Как ты выглядишь? — строго спросил он. — Пусть мама оденет меня, а та пусть уходит. Она спала на няниной постели, а теперь смеётся надо мной. Отец взял под руки полуодетого сына и отвёл в спальню, где крепко наказал его и отругал. — Какой ты невоспитанный! Мама ещё спит, а ты в первое утро вздумал будить её своим диким криком. Тебе не стыдно? Что она подумает? — Послушай, что я скажу тебе, произнёс он уже мягче. — Это мадемуазель Лори, твоя гувернантка. Ты должен слушаться её и учить с ней французский. Мама придёт к тебе, когда захочет. Если будешь плохо себя вести, она вообще не придёт. Отец сказал Лори несколько слов по-французски. Она что-то ответила и, смеясь, вышла из комнаты. Вальтер опять остался один. Он сидел на кровати и всхлипывал. Ах, всё было совсем не так, как они с няней себе представляли. Мама разрешила Вальтеру прийти к ней, пока Лори наводила порядок его спальни. Но брать игрушки к маме было нельзя. Да и вообще с мамой невозможно было посидеть вдвоём. Постоянно приходили какие-то гости. А как только она находила для него время, обязательно раздавался звонок и в дом снова заходила, шурша своим пышным платьем, какая-нибудь знатная дама. Вальтеру приходилось тихонько садиться в угол и ждать, рассматривая скучную книжку. Вальтер чувствовал себя очень неуютно, когда к ним приходили незнакомые гости. Некоторые дамы напоминали ему неприветливую тётушку, которая убила его фрицли. Одна дама, как показалось Вальтеру, слишком долго разговаривала с мамой. И он не выдержал. Подкравшись к ней, он тихо провёл рукой по её бархатному платью и бесцеремонно спросил, «Когда ты уже уйдёшь? Я хочу, чтобы мама побыла со мной». И Леонора стала багровой от стыда. Она схватила Вальтера за руку и вытолкнула за дверь. Он, конечно, не знал, что эта дама была очень знатной, всеми уважаемой особой, и ему нельзя было так разговаривать с ней. После этого случая Вальтеру редко разрешали оставаться в зале в присутствии гостей. Время, которое он проводил рядом с мамой, с каждым разом становилось всё короче. И Леонора сожалела, что уделяет ребёнку очень мало времени, но ничего не могла изменить. Наступила зима. В это время в столице проводились всевозможные опиршества, на которых обязательно должна была присутствовать и супруга господина фон Риделя. Как-то раз Вальтеру разрешили зайти в мамин салон и посмотреть на неё перед тем, как она сядет в блестящий экипаж. И Леонора стояла перед Вальтером в синим атласном платье с длинным шлейфом. Её волосы, шея, руки были украшены сверкающими драгоценными камнями. «Ну, что скажешь?» улыбнулась она. Вальтер удивлённо посмотрел на неё и медленно произнёс. «Я думал, ты будешь похожа на маму, а ты как королева». В доме Риделей тоже проходили всякие торжества. В такие дни дом по-особенному сиял красотой и изяществом. Лори искала любую возможность убежать вниз, чтобы посмотреть, что там происходит. Оставшись один, Вальтер прижимался лицом к оконному стеклу и наблюдал, как к дому один за другим подъезжают элегантные экипажи. Иногда он спускался на лестницу и укратко заглядывал через перила в зал. Он видел нарядных дам и господ в чёрных фраках. Иногда слышал музыку и пение, но долго не выдерживал. Он убегал в свою комнату, падал на диван и надрывно плакал. Лори была совсем не похожа на Анну. У неё было намного больше нарядов, великое множество шляп, всяких ленточек, воротников и шлейфов. Что-нибудь из всего этого всегда валялось в детской и мешало Вальтеру играть. Лори прилагала много стараний, занимаясь с мальчиком, потому что было слишком чистолюбиво. Но терпения ей явно не хватало. Она смеялась над ним, когда он неправильно повторял за ней французские слова. Она даже била его по пальцам, когда он неправильно переписывал тетрадь незнакомой фразы. Она никогда не играла с ним и не любила, когда он доставал много игрушек. Лори Лори строго следила за тем, чтобы Вальтер берег свою одежду, потому что шить и латать она не любила. Ей некогда было этим заниматься. Она все время читала. На ее столе всегда лежали потрепанные книги, которые она брала в городской библиотеке. Но божья книга на ее столе никогда не появлялась. Скорее всего, Лори не знала Бога. Когда Вальтер выучил несколько слов по-французски, а Лори стала больше понимать по-немецки, он спросил ее о Боге, но она только рассмеялась и покачала головой. Может быть, Бог не живет в этом большом шумном городе? Наверное, он живет только в уютном домике железнодорожника. Скорее всего, это так и есть, потому что здесь никто не говорит о нем, никто не молится ему, и его книги нигде не видно. Вальтер несколько раз уже намеревался спросить маму о Боге, но когда он вспоминал об этом, ее не было рядом, а потом он просто забывал. Если днем Вальтер плохо себя вел, то вечером он горько плакал. Ему казалось, что какой-то голос говорит его сердце, Вальтер, ты был сегодня очень злым. Раньше няня объясняла ему, что это Божий голос, и молилась вместе после этого Вальтер установилась легко и радостно, но теперь няни не было. Вальтер несколько раз пробовал молиться один, но не находил нужных слов. Тогда он быстро закрывал глаза и засыпал, чтобы не слышать того голоса, который звучал в его сердце. Так Вальтер стал совсем редко думать о Боге и очень быстро терял то доброе, что получал от него, когда молился ему. Прошла долгая зима. Вальтер заметно подрос, все это время он занимался чтением и письмом, изучал историю и географию. У него появилось желание лучше вести себя в присутствии гостей. Строгую гувернантку он слушался только тогда, когда она его видела. А когда за ним никто не наблюдал, он испытывал огромное наслаждение, делая то, что запрещалось. Выходя из гостиной, где ему приходилось всем почтительно кланяться или питать вежливые французские слова, Вальтер с отвращением высовывал язык. Уже давно никто не искал подхода к нему и, естественно, никто не находил. Элеонора видела это, но утешалась тем, что тут не было ее вины. Весной Элеонора нередко болела и часто оставалась дома. Она решила больше заниматься воспитанием Вальтера, однако скоро поняла, как много уже упущено. Он все больше и больше закрывал от нее свое сердце и уже не ласкался к ней, как раньше, не задавал никаких вопросов. Теперь она очень сожалела о том, что часто отталкивала его от себя, называя хитрецом и невоспитанным. А Вальтер тосковал по любви и вниманию. Весной господин фон Ридель получил от столичной администрации приказ отправиться в длительную заграничную командировку. Это, конечно, не входило в его планы. Он хотел несколько недель отдохнуть с семьей за городом, но теперь поездку нужно было отложить, а он надеялся, что на свежем воздухе здоровье Элеоноры улучшится. Летом у них должен был родиться ребенок, и ему очень хотелось быть в это время с Элеонорой, но приказ есть приказ, его надо выполнять, а это значит на несколько месяцев разлучиться с семьей. Однажды утром господин фон Ридель зашел в комнату жены. Она сидела на диване и держала в руках письмо. Увидев мужа, она воскликнула. Тетя приглашает меня с Вальтером и Лори провести лето у нее. Она обещает на это время отказаться от своих обязанностей в высоких кругах и дать мне возможность хорошо отдохнуть. Я уже так устала от этой суетной городской жизни и с радостью погостила бы у тети. Дорогая, а не лучше в тихом местечке, не будет ли Вальтер раздражать твою тетушку? Ты хочешь, чтобы я из-за мальчика пожертвовала своими желаниями? С обидой в голосе спросила Элеонора. На это я не согласна, а ему придется смиряться и все будет в порядке. Лори ведь не зря учит его правилам этикета. Из-за шторы на окне, которая вдруг зашевелилась, послышался голос Вальтера. Каликсу в дом железнодорожника. Родители не знали, что он сидел на окне и читал. Элеонора почему-то рассмеялась в ответ на его слова, а отец строго сказал, ты поедешь туда, куда повезет тебя мама и не капризничай. Вдруг с Вальтером что-то произошло, куда-то исчезли все его добрые манеры и благие намерения. Он вспомнил убитого фрицли и злой взгляд тетушки, спрыгнул на пол, Вальтер затопал ногами и истерично закричал, я не поеду к этой злой старухе, не хочу, я поеду к Аликсу и его маме, я хочу, хочу к ним. Элеонора откинулась на спинку дивана и закрыла лицо руками. Отец рассердился как никогда. Он схватил Вальтера за руку, шлепнул его и вытолкнул прочь из комнаты. Через некоторое время господин фон Ридель пошел к Вальтеру в детскую. Тот лежал на диване и горько плакал. Отец присел рядом. Папа, теперь и ты меня не любишь, содрогнулся всем телом Вальтер. Никто не любит меня, не отправляй меня к этой тете, отпусти меня к Аликсу, разреши мне навсегда остаться у них, они будут рады, а я здесь никому не нужен. Вальтер, не говори так. Отец крепко прижал к себе сына. Я тебя очень люблю и мама тоже, только ты должен вести себя хорошо. Ты плохо говоришь о тете и маме это причиняет боль. Больше так не делай. Скажи, почему ты боишься госпожи фон Беккер? Не знаю. Она убила Фритцли, но не поэтому. Няня мне говорила, что я должен простить ее, но как только она посмотрит на меня, я делаюсь злым. Ты просто внушил себе это, Вальтер, послушай меня. Тогда ты был еще совсем маленьким, а теперь гораздо больше понимаешь и сможешь хорошо вести себя. Ах, Вальтер, с нежностью в голосе продолжал отец, мне и так тяжело уезжать от вас, а ты еще тяжелее делаешь для меня эту разлуку. Ты хоть иногда вспоминаешь тот прекрасный вечер в беседке, когда к нам пришла мама. Она любит себя так же, как и тогда, несмотря на то, что у нее иногда не хватает времени для тебя. Возьми себя в руки и будь вежливым с тетей и приветливым. Постарайся, сынок, ради меня. Ты ведь так и сделаешь, правда? Отец посадил Вальтера на колени и обнял. Да, папа, сделаю, покорно ответил он. И еще одно. Тебе надо забыть Алекса и дом железнодорожника. Ты взрослеешь, и все это тебя больше не касается. У нас с ними нет ничего общего. Мы богаты и занимаем высокое положение в обществе, а мазеры бедные, у них нет даже приличного образования. Нет, папа, они не бедные. У них есть такое богатство, какого нет у нас. У них есть большая поляна в лесу, и там целый день светит солнце. Еще у них есть много-много животных, а еще, продолжал он чуть тише, у них живет бог. Это их отец. Мне Алекс сказал, разве они не богатые? Ты еще слишком маленький, чтобы понимать эти вещи, но я все же хочу, чтобы ты больше не говорил об Алексе. «Господин Мозер неблагодарный, необразованный человек. Я не могу тебе всего объяснить. Давай лучше не будем об этом говорить. А теперь успокойся. Сейчас мы пойдем к маме и будем вместе радоваться». Вальтер молчал. Как хорошо сидеть у папы на коленях, прижавшись к нему. Давно уже такого не было. Спустя неделю Элеонора, Лори и Вальтер поехали к госпоже фунбекер. Отец проводил их на вокзал и в этот же день отправился в командировку. Вальтер должен был вести себя в поезде очень спокойно, потому что маме было плохо. Лори всю дорогу ухаживала за ней. Вальтер сидел у окна и думал, что плохого мог сделать его отцу господин Мозер. Это, наверное, что-то страшное, но ведь господин Мозер был таким хорошим человеком. Вальтер не знал о том, что господин фон Ридель послал Алексу приличную сумму денег в знак благодарности за его самоотверженный поступок. Но господин Мозер вернул деньги, вежливо отклонив дорогой подарок. Господину фон Риделю показалось это крайней самоуверенностью, и он сильно обиделся. Когда поезд приблизился к знакомому полустанку, сердце Вальтера забило сильнее. Мама в это время спала, а Лори читала книгу. Увидев дорогой сердцу дом, залитый солнечным светом, Вальтер невольно улыбнулся. На платформе стоял господин Мозер с сигнальным флажком. Алекса не было видно. Поезд замедлил ход и остановился. На перроне тут же появился Карру. Вальтер высунул голову через окно и позвал «Карру! Карру!» Собака узнала голос Вальтера и с радостным лаем бросилась к вагону. Когда поезд тронулся, Карру долго бежала рядом. Не зная плакать ему или смеяться, Вальтер смотрел на собаку, пока она не скрылась из виду. «Что ты там увидел?» неожиданно спросила Лори. «Собаку», коротко ответил Вальтер и отвернулся. В доме тетушки Вальтер изо всех сил старался вести себя так, чтобы им были довольны. Все было бы хорошо, если бы у госпожи фон Беккер не появился новый член семьи. После разлуки с племянницей ей стало скучно жить одной, и она завела себе маленькую собачку Герту. У нее был белоснежный шелковистый мех, длинные уши и блестящие глаза. Тетя гуляла с ней по парку, держа в поводок, прикрепленный к серебряному ошейнику. Дети, которых в парке всегда было много, восхищались красивой собачкой, но держались от нее на расстоянии. Подходить слишком близко было опасно. Собачка ненавидела детей больше, чем ее хозяйка. При первой же встрече Герта цапнула Вальтера за ногу так, что мальчик чуть не упал от испуга. Как не старался Вальтер подружиться с собачкой, у него ничего не получалось. Герта не любила игры. Это было ниже ее достоинства. Дома она всегда сидела на шелковой розовой подушке, а на прогулку ходила только с госпожой фунбекер. За обедом Герта сидела на высоком стульчике рядом со своей хозяйкой и ела из серебряной тарелки. Иногда она гуляла по столу между чашками и тарелками и беспрепятственно стаскивала то, что ей нравилось. Вальтер обедал с Лори, но вечером должен был пить чай с тетушкой в ее салоне. Это было для него настоящим мучением. Каждый раз он съеживался от страха, когда к нему приближалась дерзкая собачонка. Она приловчилась забирать у него с тарелки самый аппетитный кусок пирога. Однажды Вальтер нечаянно опрокинул свою чашку и немного намочил скатерть. Тетушка возмутилась и выгнала его из-за стола. Вальтер остался без ужина. Но когда Герта перевернула бутылку и замарала дорогую скатерть малиновым соком, ее не наказали. Вальтера особо не трогало то, что госпожа фон Беккер любила собачку больше, чем его. Ему было совершенно все равно. Что и Лори оказывала собачке больше внимания. Но ему становилось очень больно, когда так поступала мама. Как-то раз после обеда мать сидела в саду и он подбежал к ней, чтобы показать разноцветную бабочку. Он хотел обнять маму за шею, но она осторожно убрала его руку. Пыльными ботинками он пачкал ее светлое платье, а Герта могла часами лежать на ее шлейфе и ничего. Вальтер с каждым днем все больше и больше злился на Герту. Когда он в дождливый день сидел дома и строил что-нибудь из кубиков, обязательно приходила эта собачонка и все ломала. Когда он запускал на улице бумажного змея, она была тут как тут. Как только змей приземлялся, она раздирала его в клочья своими острыми зубами. Прошло два месяца. Несмотря на маленькие неприятности, Вальтер все же находил причины для радости. Он много времени проводил на природе, а там всегда можно было найти что-нибудь интересное. Лори ходила с ним в лес или в горы, и иногда они забредали очень далеко. Часто они брали с собой ужин, чему Вальтер особенно радовался. В таких случаях ему не надо было терпеть пытки за столом с тетушкой и ее собакой. На прогулке француженка обычно находила себе хорошее местечко и садилась считать или же просто разговаривала с какими-нибудь знатными людьми. Поэтому Вальтер почти всегда был предоставлен самому себе. Он давно уже привык к этому и был даже доволен. Он мог часами лежать под высокими деревьями и смотреть в небо, о чем-нибудь мечтая. Однажды они с Лори оказались в таком месте, откуда Вальтер увидел свой любимый домик. Он приметил тропинку, которая, как он думал, могла привести к дому железнодорожника. Погруженные воспоминания он собирал в лесу еловые шишки, камушки, древесную кору, все то, что было у них с Алексом игрушками. Своё богатство он приносил домой в старой кожаной сумке и складывал в дальнем углу сада среди густого кустарника. Облюбовав местечко, скрытое от посторонних глаз, Вальтер попросил добродушного садовника принести туда немного песка. Теперь, когда Лори занималась своими делами, он мог играть там. Это было самое лучшее время. Хорошо, что Герта никогда не прибегала в это укромное место. Она предпочитала сидеть в беседке рядом со своей госпожой. Там всегда было чем полакомиться. Вальтеру сильно хотелось создать в своем любимом уголке модель той местности, где он провел много счастливых дней. Он работал с огромным энтузиазмом. Сделав склон, он покрыл его травой, затем собрал кучу камней и соорудил из них скалу. Вальтер не забыл и про маленький лук, по краям Маргаритки он решил приносить сюда каждый день и втыкать их в землю. Теперь оставалось самое сложное домик. Несколько дней подряд Вальтер возился с ним и, наконец, ему удалось его соорудить. Из дощечек и палочек он построил что-то похожее на дом. В крышу он вставил дымящуюся свечку, которую выпросил у Лори. Осталось только заселить окрестность. Среди игрушек, которые ему разрешили вынести на улицу, была железная дорога и несколько деревянных человечков. Как было бы здорово, если бы мимо домика прогромыхал поезд. Забежав в дом за игрушками, Вальтер вспомнил, что один из человечков должен держать в руке красный флажок, как господин Мозер, а другому надо подрезать ноги, чтобы он был похож на Алекса, ведь он ниже своего папы, а человечки у Вальтера были одного роста. Пока он занимался этим, пришло время идти на урок французского языка. Вальтер побежал в сад, хоть немного поиграть, пока Лори не позовет его. Когда он прибежал в свой уголок, у него чуть не остановилось сердце. Домик был разрушен, железная дорога посарапана, песок перемешан землей. Поверх развалин гордого седала Герта. Ее резкий отрывистый лай звучал в ушах Вальтера как издевательство. На мгновение Вальтер застыл как вкопанный, потом схватил камень и бросил в собаку. Он угодил прямо в голову, и Герта замертво свалилась на песок. Гнев Вальтера сменился ужасом. Что он натворил? Из раны на голове Герта сочилась кровь, покрашивая ее блестящий мех в ярко-красный цвет. Страх нарастал так быстро, что Вальтер, не задумываясь о последствиях своего поступка, с криком кинулся к беседке. Увидев его, тетушка строго спросила, «Ты что, упал? Иди в дом, пусть тебя помоют. Зачем ты пугаешь маму своим криком? Герта! Герта! Только и смог произнести Вальтер». Госпожа фон Бекер резко поднялась и поспешила в сад. Вальтер побежал следом. «Она там!» показал он в угол. Когда тетушка увидела свою собачку и услышала признание Вальтера, она страшно рассердилась и немилосердно отхлестала его, намного сильнее, чем папа. Вальтер заболела, что заболела, а госпожа фон Бекер вообще не хочет видеть тебя. «Ты что думаешь, это шуточки убить собачку, которая радовала всех намного больше, чем ты?» Француженка ушла, и Вальтер снова остался один. Вечером она зашла еще раз, принесла ему молоко и хлеб и велела идти в кровать. Уже давно она не помогала ему раздеваться, и он ложился спать сам. Заснуть в этот вечер у Вальтера долго не получалось. Как только он закрывал глаза, сразу видел Герту залитую кровью. Следующий день был воскресным. Вечером на площади должен был состояться концерт, а после него фейерверк. Гувернантка обещала Вальтеру взять его с собой, если он будет хорошо себя вести. Теперь, конечно, об этом надо забыть. Он особо и не расстраивался. Ему часто становилось не по себе в шумной толпе наряженных господ. Вальтера ждал долгий скучный день. Лори заранее принесла ему обед и стала молча собираться. Вальтеру стало страшно, и он осторожно спросил, можно мне хоть ненадолго выйти? Нет, нельзя, ты должен весь день сидеть в комнате. Теперь у тебя есть время как следует подумать о своем поведении. С она вышла из комнаты и закрыла дверь на ключ. Вальтер присел на стульчик, вокруг было неприятно тихо. Детское ему было бы не так страшно, там есть чем поиграть, а здесь везде лежали вещи Лори, ее шляпы, одежда, всякие безделушки. Вся стена была увешана ее картинами фотографиями, которых он терпеть не мог, а теперь это раздражало его еще больше. Вальтер встал и подошел к комоду, где лежали его книги и некоторые игрушки. Он потянул за ручку, но ящик оказался запертым, ключа рядом не было. Подойдя к окну, Вальтер выглянул на улицу и тут же отпрянул. В саду прогуливалась тетушка. Она выглядела бледной и уставшей. У нее, конечно, траур по герте. А где же мама? О, если бы она хоть разочек заглянула к нему. Он хотел попросить у нее прощения. Он очень сожалел о случившемся. Чем больше Вальтер думал о своем поступке, тем страшнее он ему казался. О, какой злой и страшной в его глазах была тетушка, когда убила Фритцли. Но она сделала это ненарочно. А он, он давно ненавидел Герту. Ах, это ужасная злость! Как няня умоляла его, чтобы он всегда старался быть приветливым. Как папа просил его не быть таким резким. А теперь случилось непоправимое. Теплый августовский день медленно подходил к концу. Скоро уже вернется Лори. Вальтер впервые обрадовался, что она придет и принесет ему ужин. Но становилось темно, а никто не приходил. Вальтер постучал в дверь и позвал гувернантку, но его никто не услышал. Из приоткрытого окна дул прохладный ветер. Вальтер лег в кровать и попробовал заснуть, но не смог. Его щуки пылали, а сердце сильно колотилось. Теперь он точно знал, что его никто не любит. И самое страшное, он этого заслуживает. Слушался ли он маму вообще? Разве он не делал то, что раздражало Лори? Тогда и неудивительно, что все оставили его один на один с собственным горем. О, если бы папа был рядом, он бы обязательно утешил его, в этом Вальтер не сомневался. Но папа уехал, а когда он вернется, ему обязательно расскажут, что натворил его сын. Конечно, он не сможет рассказать папе о том, отчего он страдал все это время, и папа, узнав о его жестоком поступке, тоже перестанет его любить. А мама, почему она ни разу не зашла к нему. В комнате Элеоноры той ночью произошло радостное событие. Несмотря на то, что в этом доме никогда не говорили о Боге, он не забыл этих людей и подарил им драгоценный подарок, чтобы привлечь их сердце к себе. Бог подарил Ридделям ребенка. Сейчас малышка лежала на белоснежных подушках рядом со своей мамой. Этот подарок так взволновал сердце Элеоноры, что в ней пробудились самые нежные материнские чувства, каких она еще никогда не испытывала. Счастливая она лежала рядом со своей крошкой и любовалась ею. Она не переставала от всего сердца благодарить Бога за чудесный подарок. Элеонора представила себе, как семь лет назад одна молодая мама тоже лежала вот так рядом со своим маленьким Вальтером. О, как она радовалась своему прелестному малышу. Но вскоре эта нежная добрая мама слегла от тяжелой болезни. Думала ли она, что через несколько лет ее место займет другая женщина? Может может быть она во время болезни поднимала руки к небу и просила Бога, чтобы он подарил Вальтеру хорошую добрую маму. Теперь она Элеонора заняла место той женщины и уже целый год прожила с ее ребенком. Но вместо того, чтобы распахнуть для него любящее сердце, она отталкивала его своей холодностью и нетерпением. Был ли в этом виноват окружающий мир с его головокружительными капризами, которые увлекали ее в свой губительный водоворот, забирая при этом все ее время и силы. Конечно, но причина была не только в этом. В те минуты Элеонора впервые увидела себя в Божьем свете. Она призналась, что все это время относилась легкомысленно к вечности и к Божьим заповедям. В детстве она слышала о Божьей любви, но повзрослев отвернулась от Господа и Спасителя своей души. Она всей душой потянулась к блеску, славе и богатству. О, Господи, прости меня! Утирая слезы, стала молиться Элеонора. Прости меня, грешницу, я нуждаюсь в Твоей милости, Твоем прощении. Как я могла пренебрегать Тобой? Как я могла забыть о том, что мне тоже придется когда-то уйти с земли? Как я могла забыть, что я нуждаюсь в Спасителе? Упрости меня, Господь, прости ради Иисуса Христа, помилуй меня! Было уже далеко за полночь, когда сердце Элеоноры наконец наполнилось миром и покоем. Она испытывала необъяснимое блаженство, необисуемую радость. Перед тем, как уснуть, она прошептала, «Благодарю Тебя, Иисус! Благодарю! Помоги мне быть для моих детей хорошей матерью!» Продолжение следует...